Ну вот сейчас бойцы пойдут к рингу, я потихонечку буду вам рассказывать об этих боксерах. Как всегда, симпатичные девушки на ринге. Приятный и необходимый атрибут всех хороших боксерских вечеров. Ажиотаж нарастает, постепенно заполняется арена MGM Grand в Лас-Вегасе. Лас-Вегас, как вы знаете, прекрасно это один из главных, наверное, центров мирового профессионального бокса. Наряду с Нью-Джерси, Лос-Анджелесом, Нью-Йорком. Практически все-все главные бои, чемпионские, почти все наиболее грандиозные шоу проходят в Лас-Вегасе. Тексте от Нью-Джерси, Момисио Энерра. Момисио Энерра в Ли-Ли-Вегасе. Романские борьбы. Ну, про главный бой вечером мы, естественно, еще поговорим, порассуждаем. Очень много было сказано слов, очень много было дано интервью. Дон Кинг, пожалуйста, вечно молодой, со своей знаменитой прической, с флажками. В общем, Дон Кинг во всей красе на экране. На ваших экранах и на ринге, соответственно. Два бойца сегодня у Дона Кинга будут боксировать. Это Амир Имам и, собственно, Бермейн Стиверн, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC. Должен был боксировать в этом вечере еще один боец, представляющий интересы Дона Кинга. Не имеющий поражения супертяж Тревор Брайан. Но его поединок с Дорсетом Барнуэлом, к сожалению, был отменен. А так было бы интересно. Проспект Клэш. Два небитых бойца. Но вот, собственно говоря, сейчас мы уже очень скоро увидим бой Амира Имама и Фиделя Мальдонада-младшего. Нам показывают нарезку лучших хитов, если так можно выразиться. Вот Фидель Мальдонада, пожалуйста, во всей красе. Колоритный молодой человек, 23 года ему. С 2009 года он в профессионалах. Была у Фиделя неплохая любительская карьера на национальном уровне. Был он финалистом престижного американского любительского турнира «Золотые перчатки» 2008 года. И участвовал в «Золотых перчатках» 2009 года в категории 60 килограмм. Кстати говоря, с Амиром Имамом они пересекались по любителям. Но в том плане, что не боксировали друг с другом, а участвовали в одно и то же время в одних и тех же турнирах. Вот это бой против живущего в Пуэрто-Рико Джона Нейтера нам показывают. Мальдонадо тогда выиграл. Зрелищно, досрочно, ярко, пожалуйста. Сами все видите. С Нейтером как раз-таки дрался Мальдонадо в феврале прошлого года. Тот бой состоялся в Сан-Антонио, штат Техас. И вот нам показывают, как Фидель тогда разобрался с соперником. Сан-Антонио, штат Техас. И вот тут в Пуэрто-Рик по frontке. Шпат! 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 Чик,Емо! В курсе! Кограмм! Играет музыка. Играет музыка. WBC Continental Americas. Вакантный титул. Для Амира Имама это первый титульный поединок. И уже четвертый 10-раундовый в карьере. Амир перешел в профи в ноябре 2011 года. Ему 24 года. 15 побед. Ноль ничьих, ноль поражений. 13 побед досрочных. 1,8 метра рост. Уроженец города Албани, штат Нью-Йорк. Прозвище Янг Мастер. Молодой мастер или молодой хозяин. Кому как угодно переводить. У Имама была хорошая карьера в любителях. Был финалистом золотых перчаток 2011 года в категории 64 килограмма. И участвовал в олимпийском отборе 2012 в категории 69 килограмма. И в финале проиграл только Эролу Спенсу. Известному уже американскому проспекту профессионалу, который выступает в полусреднем весе. И в конце 2011 года Амир Имам перешел в профи. Первая серьезная проверка у него была. В апреле 2013 года, когда он нокаутировал Джерми Брайана, послушаем Джимми Ленона Джуниора. Амир Имам на ваших экранах, Фидель Мальдонадо-младший. 21 бой у Фиделя Мальдонадо. Два поражения, одно досрочное. 19 побед. 16 побед нокаутом. Знаменитый Роберт Бёрд. Один из корифеев судейского отцеха мирового бокса. В БАКС-Континентал Америка супер-лайт-вейт-чемпионшип. Продолжение следует на моем праве. Слышит из белого корнера. Возьмите черные трюки с голодом. Возьмите нас из Альбакирки, Нью-Мексико. Он весит 139 литров. Своя рекорд стоит в 19 победах. Два победы. 1-0-контест с 16 победами. He's coming by, way of knock-out. Known as the Atrisco Kid. Introducing Fidel, Мальдонадо, Junior. And his opponent across the ring on my left. Fighting out of the blue corner of the stand-around vacant championship. Wearing black trunks. Hailing from Pompano Beach, Florida. He weighed in right at the limit Амир Имам. Амир Имам. Потенциально очень зрелищный поединок должен быть. Оба бойца бьющие, жесткие. Начал я рассказывать про Амир Имама. После победы над Джереми Брайном там был очень зрелищный нокаут. Классическая двойка сработала. У него был проспект клэш в феврале прошлого года. Он буквально вышиб за канаты небитого Джареда Робинсона. И выиграл техническим нокаутом в четвертом раунде. После этого прошел очень непростого, такого неуступщего кубинца Йордениса Угаса. Ну что ж, внимание на ринг. У нас первый раунд. У Имама преимущество в росте на 6 сантиметров. Метр семьдесят девять. Статистика такая. Была дана. Метр семьдесят три росту Фидели Мальдонадо. Имам достаточно габаритный боксер для лайт-велтера или первого полусреднего веса. Учитывая, что по любителям он выступал и 69 килограмм. Вот практически без разведки, да, мы видим. Ребята начали. Пока что на дистанции. И причем поддавливать начинает Амир Имам. Хотя он вполне-вполне приспособлен к работе вторым номером контрпанчера. Как я уже говорил, боксер очень терпеливый, очень хладнокровный. Обладает он разовым ударом. У него, мягко говоря, очень неприятный удар справа. У Амира Имама оба в черных трусах. Амир Имам, так скажем, более загорелый. У него такая прическа. Такие дреды уложенные. Примерно такая же прическа была в свое время у Дэниела Джейкобса. У Фидели Мальдонада кожа посветлее. И такие колоритные желтые носки. Фидель, боксер, несколько размашистый. В принципе, он знает и любит джебить, но больше доверяет крюкам. Справа-слева. Вот хороший сейчас левый крюк донес Мальдонада. По корпусу пробил Имам. В общем, пока все очень зрелищно. Как я уже говорил, Фидель проигрывал досрочно. Случилось такое несчастье с ним в 2012 году. Проиграл он. Неожиданно, кстати говоря, проиграл. Мексиканскому джорни-мену Фернандо Каркама. Тот самый Каркама, который боксировал с нашим российским боксером Петром Петровым. Продолжая работать по корпусу, советует Имаму. Его тренер, известный американский наставник Стейси Маккинли. У Фиделя Мальдонада-младшего тренер Папа Фидель Мальдонада-старший. Первый раунд был относительно равным. Я бы не стал давать преимущество не в ту, не в другую сторону. Посмотрим, что будет дальше. С джеба начинает Амир Имам. Двойка у него отработана хорошо. Одна, наверное, из коронок. Боксер очень обученный. Ну, в недавнем интервью, кстати говоря, его тренер Стейси Маккинли весьма и весьма нахваливал своего подопечного. Даже сравнил его со знаменитым АРЭем Шугаром Робинсоном. Пожалуйста, джеб от Мальдонада достигает цели. И очень неплохо ловит Имама сейчас слева. Амир тут же отвечает. Он реваншист. Фидель очень сильно мотивирован на этот поединок. В его рекорд-листе уже два поражения. Если будет третий, то... О чемпионских амбициях можно забыть напрочь. Ну, а для Амира это такая очень серьезная проверка. Вот такое ощущение, что Амир пока немножечко не почувствовал дистанцию. Не может он приспособиться к Мальдонадо, который поактивнее даже. Работа на ближней, пожалуйста, Амир Имам во всей красе. Отпусти его, Фидель. Кричит Роберт Бёрд. Ну вот, достает сейчас, как, кстати говоря, справа. Доставал Имам соперника. Очень серьезно настроен оба бойца. Видно, что и тот, и другой хотят выиграть. Но это логично. Опа! Друзья, пожалуйста. Правый Амира Имама во всей красе. Слушайте, ну это очень тяжелый нокдаун. Готов, готов, конечно, Фидель, но... Поймал, поймал Амир Имам своего соперника. Выцелил все-таки. И повторюсь еще раз, тот самый правый, Амира Имама, пушка сработала. Очень сейчас непросто Фиделю. Очень тяжело. Давайте смотреть повтор. Как это было. Вот, пожалуйста, бам! Правый крюк. Там даже не правый прямой. Короткий правый крюк точно в челюсть. Ну что ж, теперь посмотрим, насколько Амир Имам финишер. Потому что... Мальдонады сейчас, мягко говоря, не сладко. Ну и, соответственно, насколько... Опа! Вот это да! Это бокс, друзья. Левым крюком уравнивает шансы в поединке сейчас Фидель Мальдонадо. Это первый раз, когда оказался в нокдауне Амир Имам. Вечер перестал быть томным, что называется. И вот как меняется ситуация одним ударом. И еще один правый крюк. Я бы на месте Имама покринчевал бы все-таки немножечко. Отличные два крюка подряд от Амира Имама. Фидель показывает давай еще. Ну, ощущение такое, что восстановился. Вроде бы Амир Имам работает точно. Фидель не является мастером защиты, так скажем. Хотя Имам тоже пропускает сейчас. Настоящий зрелищный поединок. То, что любит публика. Драма и интрига присутствуют в ринге. Хотя, вы знаете, у букмекеров до поединка Амир Имам шел таким очень-очень серьезным фаворитом. Вот так вот. Левый крюк мы видели. И повторная атака очень мощная. Так, друзья. Парад просто крюков какой-то сегодня. Очень-очень тяжелый нокдаун. В котором оказался Фидель. Мальдонада младший. Показывает он, что готов. Ну что ж. Не нужно испытывать судьбу Амиру Имаму. А дорабатывать. Вот это да! Вот это бой, друзья! Вот это бой! И еще один нокдаун. 5, 4, 5, 6, 7, 8. Ты хорошо? Показывай мне что-то. Вот это да, друзья! Слушайте, ну настоящий воин, конечно. Фидель, младший, Мальдонада выстоял после таких жесточайших крюков, после таких тяжелых нокдаунов. Пока что бой оправдывает все ожидания. Честно говоря, признаюсь, я не ожидал такого развития событий. Слева. Привет, Канвас! Привет, Канвас! В первый раз у Амира Имама такое случилось. Пожалуйста. По нокдаунам счет 2-1 в пользу Амира. Хотя, наверное, даже 3-1, потому что коснулся перчатками мастила Оринга Мальдонада. А у нас четвертый раунд. Напоминаю, бой в первом полусреднем весе 63 килограмма 500 грамм Амир Имам. К вам спиной сейчас. Американец и его соотечественник Фидель Мальдонада-младший. 10 раундов запланировано. Побывали в нокдаунах уже и тот, и другой боксеры. Трижды Фидель и один раз Амир. Опять на крюк ловит Мальдонада Амир Имам. Работает контрпанчером, пропускает и попадает сам, мы видим. Все очень зрелищно. Никаких шахмат. Настоящая рубка, дорогие друзья. Амир Имам. Мне кажется, Амир Имам сейчас будет выцеливать. Будет выцеливать, ждать, чтобы поймать соперника на удар. Прекрасный левый крюк в исполнении Амира Имама. И правый. Ну вот здесь на самом деле все по защите. Не форсирует события Амир Имам. Терпеливо ждет. Терпение для боксера очень важно. Буду банален. Ну и Мальдонада действует такими наскоками. Короткий левый крюк. Навстречу Амира Имама. Прекрасная атака по корпусу. И добавляет он слева. Фидель показывает, что... Да ерунда твои удары. И если несколько вольно интерпретировать его эмоции. Продолжай работать как работал. Продолжай работать по корпусу. Ломай его по корпусу. Будь первым. Такие наставления от Стэси Макинли в углу Амира Имама. Опасайся его ударом. Будь аккуратней. Бэйнс на все, что можно сделать. Бэйнс на все. Бэйнс на все. Бэйнс на все. Продолжаем достижrew. Бэйнс на все. Бэйнс на все. Бэйнс на все. Но, короче. Бэйнс на все. Такой очень холесткий, хороший размен. Вот правая в действии Амира Имама и тут же он сдваивает атаку, очень правильно делает. На взрыве работают оба на самом деле боксера. Джеб и двойка, Атамира Имама. Вот и работа по корпусу, о которой просил Стэйси Маккинли. Ну и здесь демонстрирует Амир Имам защиту. Просовывает короткий по корпусу. Пошли в ход крюки навстречу апперкоты. Вот в этой драке в телефонной будке, вы знаете, Амир выглядит получше. Удары принимает на защиту. А сам очень неплохо отвечает, жестко и точно. У Имама уже был подобный опыт. С тем же Джаредом Робинсоном были ситуации, когда Амир вставал канатом и работал как контрпанчер на ближней дистанции. Вот так вот. Ну мне кажется, это все, дорогие друзья. Хотя нет, может быть Фидель встанет. Он же воин настоящий. Поймал, поймал Фиделя. Амир Имам встает. Фидель Мальдонадо. Но Роберт Берт, видя состояние Мальдонадо, останавливает поединок. Шикарнейший бой. Простите меня за эмоции, дорогие друзья. Просто нет слов. Великолепное зрелище. В таком, я бы даже сказал, мексиканском ключе. Признаюсь честно, я ожидал, что Амиру Имаму, так как он был фаворитом, будет легче победить. Но доставил ему проблем, конечно. Фидель Мальдонадо-младший. Заслуживает Фидель огромнейшего уважения. Вставал с канваса после таких жесточайших нокдаунов, ударов. Настоящий воин, безусловно. Конечно, расстроен. Расстроен не то слово. Но мы видим, даже гематома намечалась у него под левым глазом. Ну что ж, Амиру можно поздравить с яркой победой. С яркой, драматичной победой. По корпусу. И вот он. Крюк. И вдогонку. Слева. Сначала крюк справа, потом слева. Ну, тут, что называется, без комментариев. Дальнейшее, я думаю, что прекрасно сами все видите. Спасибо. Ох, жесточайший крюк в челюсть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Тимон, ребята, тропинь участки! Альфа Тимон, ребята, ровная тяга. Время! Время! Редактор субтитров А.Кулакова Ну что ж, первый титул в карьере Амира Имама, WBC Continental Americas, я думаю, что заехал в рейтинге по версии WBC в топ-15, безусловно, Амир Имам. И нас ждет интервью с победителем. Доволен Дон Кинг. Дон Кинг Оскар Далахоя пока что 1-0. То есть не просто вечер бокса, но и соревнование промоутеров. Ты упал. Как ты себя чувствовал после этого? Благодарить Дона Кинга, МГМ Грэнт, Амира Имам. Был тяжелый нокдаун, но я закончил так, как надо было. Несмотря на то, что я его дважды повалял, я оставался сконцентрированным и делал то, что я делал. Я постоянно его ловил. Я делал все вовремя. Все правильно. Тайминг. Тайминг. Это главное. Ты хотел боя с Эдрианом Броунером. Дэни Гарсия, Эдриан Броунер. Я готов драться с вами. Заявил Амир Имам. Фидель, интервью с Мальдонадо-младшим. Я чувствую себя хорошо. Благодарит Бога Фидель Мальдонадо. Промоутеров, Голден Бой Промоушенс, Телевидение Дона Кинга. Ты смог подняться после нокдауна, потом отправил в нокдаун его. Как ты себя чувствовал после этого? Он был сегодня лучше, если очень кратко перевести этот спич Фидели Мальдонадо-младшего. В конце каждого раунда я пытался драться вам боксировать, и я за это заплатил. Я еще вернусь, подытожил Фидель Мальдонадо-младший. Достойно аплодисментов Фидель Мальдонадо-младший, безусловно. Да, он хороший бой Амиру Имаму. Нам показывают, собственно говоря, как все было. Первый нокдаун. Правый крюк. Вот третий раунд. Левый крюк. Ответ Фиделя. Еще один правый крюк. Третий нокдаун. Ну и вот это вот... Контратака мощная. Два крюка справа-слева. Жесточайшие. Ну что ж, Амир Имам доказал, что он боксер зрелищный. С ним, что называется, не заскучаешь на ринге. Дорогие друзья, через некоторое время мы увидим чемпионский бой Лео Сантакруса и Хисуса Руиса. Оставайтесь на канале Бокс ТВ.